Ракетный удар по колонии в Еленовке. 53 погибших, около 80 раненых. Ни одна из сторон военного конфликта в Украине не взяла на себя ответственность за атаку. Венгрия планирует купить дополнительные объемы топлива у Газпрома на фоне планов Евросоюза отказаться от российского газа. В Москве расследуют гибель 8 человек в результате пожара в хостеле с трудовыми мигрантами. Губернатор Кентукки просит Джо Байдена о помощи. Штат не справляется с сильным наводнением. Ди-Чил прекратит доставку грузов и документов по России. Иностранные компании продолжают покидать страну. В Калужской области открылся фестиваль архстояния. Все подробности в Большом Ньюстоке. И перед тем, как мы начнем, вновь напомню, любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, успехах и поражениях стоит воспринимать скептически и учитывать, что оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, зачастую невозможно. 53 погибли, 75 заключенных ранены в результате ракетного удара по колонии в деревне Еленовка, которую контролируют власти самопровозглашенной ДНР. Минобороны России также сообщало о восьми раненых сотрудниках изолятора. В СИЗО содержатся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона АЗОВ. По данным властей ДНР, удар был нанесен из установки Хаймарс и ракета попала прямо в барак с людьми. В российском военном ведомстве назвали атаку провокацией, призванной запугать украинских военных и не допустить их сдачи в плен. По версии главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилина, обстрел мог начаться из-за того, что пленные начали давать показания. Со своей стороны, Генштаб ВСУ обвиняет Россию в атаке. В заявлении ведомства подчеркивается, что удар был прицельным и намеренным, чтобы, цитата, обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки заключенных и казни. Подробности 156 дня боевых действий в Украине в материале РТВА из Киева. Минувшей ночью свыше 40 реактивных снарядов системы ГРАД ударили по Никополю Днепропетровской области. Задело линию электропередач. Два района без света. Массовые удары по югу региона не прекращаются вторую неделю. Утром была обстрелена колония в поселке Еленовка Донецкой области. По данным руководства самопровозглашенной ДНР, уничтожен барак, где содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы Азова. Сепаратисты заявляют, что убиты 53 солдата и офицера ВСУ, 75 ранены. Сотрудники тюрьмы не пострадали. Минобороны России обвинила ВСУ в провокации и убийстве собственных военных. Генштаб Украины заявил, что российские войска таким образом провели массовую казнь пленных. МИД назвал трагедию второй Катынью. Ситуация на Донбассе за минувшие сутки стремительно ухудшилась. Военные администрации Славянска, Бахмута, Краматорска, Северска и Солидара заявляют о массовом ракетном и ударе РСЗО по населенным пунктам. Повреждено много высоток в центре города. Последствия ракетного удара. Один человек ранен. Берегите себя. О жертвах национальная полиция и военные администрации не сообщают. По их данным, разрушены 69 зданий в 22 городах и поселках Донецкой области. Вам скорая надо? Нет. Американский институт изучения войны считает, что российские войска сосредоточились на Бахмуте, городе в центре Донецкой области. На уходящей неделе им удалось захватить три населенных пункта к юго-востоку. Накануне вечером Генштаб Украины подтвердил частичный успех противника в районе еще одного поселка – Вершина. На пути к Бахмуту три села. Британская разведка в своей сводке говорит о возможных признаках подготовки наступления на Харьков с севера и с северо-востока. Пара вертолетов Ми-8 в четверг нанесла удар по украинским позициям в пригороде. Главное управление разведки говорит, что Россия вблизи Украины формирует еще одну ударную группировку. Значительно увеличилось количество обстрелов границы. С 10 апреля, с того времени, как наши подразделения вышли на государственную границу, враг совершил уже около тысячи обстрелов. При этом 56 раз применял авиацию. Со своей стороны мы продолжаем укреплять эти направления. Военно-морские силы в четверг закончили подготовку трех украинских портов для экспорта зерна. Определены безопасные маршруты. Часть экватории очистили от взрывчатки. Во время этой операции на мини подорвался катер картографической службы. Судно уцелело. Безусловно, мы выполнили комплекс необходимых мер, проверили поиск опасных подводных объектов и установили специальные средства навигации. Они поспособствуют безопасности судоходства. В компании послов стран Большой Семерки в Одессу сегодня отправился Владимир Зеленский. Президент с дипломатами наблюдали за запуском зернового коридора. Первые корабли, по словам Зеленского, уйдут сегодня-завтра. Наша сторона полностью готова. Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам ООН и Турции. Наши военные гарантируют ситуацию по безопасности. Возобновление экспорта продовольствия – часть антикризисного экономического плана Киева. На днях агентство ФИЧ ухудшило рейтинг Украины до преддефолтного. Ожидается, что 10 миллиардов долларов, которые здесь рассчитывают получить из продажи зерна, и сделка с МВФ на 20 миллиардов долларов покроют бюджетные издержки до конца года. Максим Плоткин, РТВА, Киев. Дипломаты России и США провели переговоры, которые стали первым контактом Москвы и Вашингтона с начала полномасштабных боевых действий в Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Этони Блинкин. По его словам, беседа была откровенной и прямолинейной. Ну а российские власти по-прежнему демонстрируют намерение закрепиться на занятых территориях. Владимиру Путину сегодня доложили о восстановлении Мариуполя и других городов Донецкой области. Обо всем подробнее расскажет Андрей Ижов. Ответ Вашингтону российская сторона затянула на несколько дней. О намерении поговорить с коллегой из России госсекретарь Этони Блинкин заявил еще в среду, но Сергей Лавров сослался на отсутствие свободного времени. Министр проводит эту неделю в Африке и Центральной Азии. Лишь в пятницу представитель Москвы подтвердил, запрос о переговорах от американцев получен. Мы сейчас согласовываем время такого контакта. Он должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете. Если речь об обмене заключенными, об обмене лицами, которые содержатся под сражей в России и в Соединенных Штатах, то мы уже комментировали от имени Министерства иностранных дел, что эта тема рассматривалась более года назад на Женевской встрече в июне 21-го между президентами Путиным и Байденом. Но, тем не менее, я послушаю, что он может сказать. Американское правительство добивается освобождения баскетболистки Бритни Грайнер, которую судят по делу о контрабанде наркотиков. А еще гражданина США Пола Уиллана. Его приговорили к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Обменять их могут на россиянина Виктора Бута. В США он отбывает 25-летний срок за продажу оружия террористам. Впрочем, вряд ли Лавров и Блинкин останутся вне военного контекста. Среди заявленных тем переговоров двух дипломатов – вывоз зерна из украинских портов. К тому же Госдепартамент обещает направить России резкий сигнал. Вашингтон обеспокоен тем, что Кремль намерен аннексировать часть украинской территории. Как мы считаем, президент Путин все еще сохраняет надежду захватить всю Украину, захватить ее столицу Киев, захватить крупнейшие города – Харьков, Одессу и другие. Военные цели России, которые начались с массированного наступления на столицу, не были достигнуты. Тем не менее, они продолжают миля за милей, дюйм за дюймом захватывать территории на востоке страны. Владимиру Путину неинтересны дипломатия и переговоры с Украиной, уверен советник Байдена. В Кремле на это сухо ответили. Такие утверждения в корне неверны. О том, что аппетиты Кремля могут в любой момент выйти из-под контроля, сегодня заявили и в Молдове. Ее президент Майя Санду на встрече с коллегой из Румынии уже назвала свою страну наиболее пострадавшей экономически в результате российско-украинского конфликта. Мы обеспокоены и мы рассматриваем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Готовимся к любому развитию событий. В ситуации, когда и если Россия попытается напасть на Молдову, мы, очевидно, обратимся за помощью. Ну а сам российский президент сегодня давал поручения, касающиеся судьбы захваченных территорий на востоке Украины. Объяснил это Путин международными обязательствами перед так называемыми ДНР и ЛНР. Руководство обеих республик обращается к нам с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов жилой части соответствующих населенных пунктов. Докладчик, фигурант западных санкционных списков, вице-премьер Марат Хуснулин. Именно он назначен Кремлем курировать восстановление востока Украины. На встречу чиновник принес презентацию, каким российские власти видят будущее Мариуполя. В городе, где погибли тысячи мирных жителей, Хуснулин обещает создать проекты известных архитекторов, восстановить Азовсталь и построить роддом взамен разрушенного. Горизонт планирования у Кремля в восточной Украине на десятилетие. Садики, школы, больницы. Мы все восстановим. Расписали прирост по годам. 22, 23, 24, 25, 30, 35. А вот о судьбе Херсонской области, где местами остаются российские военные, Путину Хуснулин не сказал ни слова. Вице-премьер побывал в захваченном городе еще в мае. Тогда он говорил, что в России будут чаще есть томаты из Херсона. Суждено ли теперь сбыться этим замыслом российского чиновника вопрос? Украинское командование и западные разведки говорят о все большей изоляции российских войск в регионе и перспективах потери Кремлем символически важного региона Украины. Андрей Ижов и Юрий Петров, РТВА. Ну и вот приходит подробность разговора главы российского министра Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкиным, пока с американской стороны. По словам Блинкина, в разговоре с Лавровым он предупредил о санкции в случае присоединения России и украинских территорий, а также настаивал на том, чтобы Кремль принял предложение американской стороны об освобождении Пола Уиллана и Бритни Грайнер. Ну и, кстати, сегодня уполномоченный по правам человека в России выразил надежду на возвращение россиянина Виктора Бута на родину в результате вот этих переговоров, которые ведут США и Россия. Татьяна Москалькова также заявила, что неоднократно направляла обращение к американской стороне по гуманитарным вопросам и назвала приговор Виктору Буту неправосудным. К нам присоединяется правозащитница, член Совета по правам человека Ева Меркачева. Ева, добрый вечер. Добрый вечер. Ева, что известно о Викторе Буте на сегодняшний день у себя в телеграм-канале? Вы написали, что он серьезно болен. В каких условиях он содержится и часто ли вообще удается выходить с ним на связь? На связь он выходит, он имеет право на звонки и, собственно, чаще всего он звонит, конечно, своей жене. Поэтому через нее вот такая связь с внешним миром, со всеми россиянами, она есть. Болеет он давно и тяжело, ну потому что в любом случае человек уже не молодой. У него были болезни еще до его ареста, плюс он в заключении много лет. И, собственно, тот срок, который ему дали, он, конечно, колоссальный. Напомню, это 25 лет тюрьмы. Ни одна тюрьма не делает кого-то здоровее. И мы не можем сказать, что в американских тюрьмах к россиянам относятся как-то по-особенному, что соблюдаются все нормативы медицинские и так далее. Нет, ничего подобного нет. И у нас многочисленные жалобы поступают именно от наших людей, которые оказались в зарубежных тюрьмах, не только американских, но и других, европейских тоже. Поэтому особенно тщательно мы следим за их здоровьем и просим, чтобы им не просто оказали помощь, но чтобы как раз они были первыми в очереди на обмен. Об обмене Виктора Бута просили давно. Нам казалось, что американская страна использует его как козырь, что они подбирают какого-то особого заключенного, которого могли бы поменять именно на Буту, потому что считают его ценным, особо ценным. И когда возникло предложение поменять Виктора Бута на двоих американцев, мы сразу же предположили, что российские власти как раз на это не пойдут. Почему? Потому что считают, что любой обмен должен быть равноценным, равнозначным. Поэтому один на один – это вот то традиционное, на чём сходились российско-американские стороны, когда подобные обмены вообще происходили. Ну, судя по информационному пространству, кажется, что к Бритни Грайнер сейчас больше внимания, ну и, понятно, сейчас идёт процесс над ней. А что известно о Поле Уиллоне, как у него дела сейчас? Ну, вот как раз лично моё впечатление такое, что российские власти считают его таким очень ценным персонажем. И в своё время спецслужбы, когда его задержали, они считали, что это действительно такая полноценная операция по разоблачению серьёзного шпиона. Этой спецоперации они гордятся и, в общем, считают, что, конечно, за Полу Уиллона надо получить кого-то очень значимого. Мне кажется, конечно, его просто так не отдадут. И уж тем более не согласятся обменять двух американцев, включая Полу Уиллона, на одного Виктора Бута. Поэтому, скорее всего, возможен обмен как раз спортсменки на Виктора Бута. Я думаю, что это был бы хороший вариант в любом случае, потому что как можно быстрее хочется всё-таки, чтобы вернулся Виктор Бут, поскольку, повторюсь, он действительно болен. Ну и очень жалко спортсменку, потому что она находится в тяжёлом состоянии, достаточно психологическом. И она, в принципе, считает, что, конечно, она не совершала никакого тяжкого преступления. И всё, что тогда при ней нашли, это же было в рамках как бы её терапии. То, что разрешено там, в США, оказалось неразрешённым у нас. Ну и незнание законов, тем не менее, не освободило её от ответственности. Поэтому мы сейчас наблюдаем за процессом судебный, который происходит сейчас. Ева, вот ваше личное впечатление по интенсивности переговоров, которые сейчас ведутся, об обмене заключёнными. Как быстро этот обмен может произойти? Мы помним, что об обмене Ярошенко узнали как-то внезапно. Мне кажется, что всё произойдёт достаточно быстро. И действительно, предыдущий обмен нашего лётчика Ярошенко на американского студента Арида, он был быстрым, да и все, как говорят, называют его внезапным. И он как раз внушает нам надежду, что несмотря на самое худшее, наверное, за всё последнее столетие отношения между Россией и Америкой, подобные обмены могут быть. Вот мы пример такой увидели. Мне хочется, чтобы обмен Виктора Бута был вторым случаем. Ну и дальше, чтобы как можно чаще всё-таки это происходило, несмотря ни на что. И мы всегда говорили, что нужно выцарапывать своих, нужно отдавать народу иностранцев. Это правильно, это как раз всё говорит, опять же, о попытке сохранить какие-то гуманитарные связи и не отказываться от этих отношений. Ева, спасибо. Правозащитница, член Совета по правам человека Ева Меркачёва была в эфире РТВА. В Организации Объединённых Наций тем временем не видят признаков завершения конфликта в Украине. Ситуацию обсудили на заседании Совета Безопасности ООН, которое проходит сегодня по запросу западных стран. Сначала встречу на какое-то время закрыли от прессы, но позднее доступ открыли. По словам заместителя генерального секретаря Организации Розманюрия Декарло, боевые действия только усиливаются, а политический диалог практически остановился. Впереди ещё более сложное время зима, но в ООН подчеркнули, ситуация по зерну развивается положительно. Экспорт сырья из Украины и России, в том числе удобрений, снизит мировые цены на продукты. В свою очередь, посланник Москвы ответил, что надеется на скорую и полную реализацию продуктовой сделки, а также обратился к западным лидерам. Рано или поздно им придётся жить и сотрудничать с Россией. Тем временем, представитель Пекина на заседании Совбеза заявил, что суверенитет Китая должен уважаться всеми странами, в том числе и его суверенитет над Тайванем. Венгрия планирует купить у российского «Газпрома» дополнительные 700 миллионов кубометров газа. Переговоры ещё идут, но стороны, скорее всего, договорятся уже до конца лета. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. И это происходит всё на фоне высказываний главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля, который вновь повторил, ЕС в будущем откажется от российского газа. О всё более ощутимом сырьевом кризисе в Европе и особой позиции некоторых стран расскажет мой европейский коллега Сурен Мативасян. Он на прямой связи из Германии. Сурен, приветствую, тебе слово. Да, здравствуй, Таня. Привет. Слушай, ну, сегодня действительно, несмотря на всеобщую, единую европейскую политику большинства стран ЕС по отношению к России, к Кремлю, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, планирует дальнейшее сотрудничество с Кремлём. И на данный момент вообще ослабжение Венгрии от российским газом составляет примерно 85%. То есть это достаточно сильная зависимость. И по данным газ-инфраструкчи Европа венгерские хранилища сейчас заполнены, ну, не более чем на 50%. И в прошлом году Венгрия также подписала очень большой договор на поставки газа в обход Украины сроком на 15 лет. И сегодня Орбан, выступая в эфире венгерского радио, заявил, что уже ведёт переговоры с Россией о закупке дополнительных 700 миллионов кубометров газа. Вот такой вот троянский Орбан в действии. И напомню, что в середине этой недели глава МИДа в Венгрии Петер Сиярта назвал невыполнимым европейский план по сокращению потребления газа на 15%, о котором мы говорили во вторник. И, собственно, во вторник же он был принят Советом Европе. Тем не менее, глава европейской дипломатии Жозе Боррель сегодня в интервью испанскому телеканалу, который называется РТВНовости, в очередной раз подтвердил стремление Евросоюза полностью отказаться от российского газа к концу 2024 года. Давайте послушаем. Мы решили избавляться от нашей огромной энергетической зависимости от России, которую мы сами же и создали. Сначала это был уголь, затем нефть. В очень короткие сроки. Но на поэтапный отказ от российского газа уйдет больше времени, потому что мы должны адаптироваться. Мы не можем перейти с 40% до нуля в одночасье. Но Россия знает, что мы перестанем покупать ее газ. Вот и еще одна новость с таким синергетическим оттенком. Во Франции сегодня президент Макрон встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом Бен Салманом. Это был первый визит принца в Европу за последние годы. И наследний принц известен тем, что, по мнению ЦРУ и расследователей, является заказчиком скандального убийства журналиста Джамали Хашоги в Стамбуле четыре года назад. Тогда он был убит в здании консульства Саудовской Аравии прямо в Стамбуле. И при всем при этом сегодняшний визит трактуется многими как некая попытка реинтеграции Мохаммеда Бен Сальмана и также Саудовской Аравии в Западном мире. И поэтому прием принца Дилисейского двора уже вызвал бурную критику. Я приведу два примера. Например, Жан-Филипп Танги, депутат ультраправого национального фронта, назвал ситуацию абсурдной, потому что, по его словам, один авторитарный лидер враг, а другой друг. И вот другой оппозиционер с левой стороны от партии «Зеленых» Сандрина Руссо заявила, что энергетическая политика правительства сталкивает всех с обрыва. Также она напомнила о нарушении прав человека обращения с женщинами в Саудовской Аравии и в Йемене. При этом Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком нефти в мире, и торговля энергии с Россией сейчас немножко затруднена. Она для Франции, поэтому для Макрона имеет большое значение встреча с наследным принцем Саудовской Аравии. И, собственно, когда торговля энергии выходит на первый план, очень сложно оправдывать такие вот визиты. Давайте послушаем, как это делает Оливье Веран, это представитель французского правительства. Есть два главных принципа. Первый – это способность выстраивать повестку дня, защищающую интересы Франции в регионе. Поэтому мы должны сделать так, чтобы наши взгляды, наши приоритеты, наши действия на международном уровне были услышаны, в том числе с Саудовской Аравией. Вторая большая цель – придерживаться позиции Франции, Европы, Америки в отношении, которую русские ведут против украинцев. Агентство АФП приводит слова невесты убитого Хашоги, ее зовут Хадидже Дженгиз. Я процитирую. «Я возмущена и шокирована тем, что Эммануэль Макрон принимает палачам моего жениха со всеми почестями». Во время переговоров речь пойдет прежде всего о поставках и ожиданиях европейцев и французов, так написано в сообщении правительства. И сообщается, что во время рабочего визита также будет затронута тема прав человека. Это уже вторая встреча Мухаммеда бен Сальмана с Макроном. Первая была в декабре этого года. Это была первая встреча, то есть вторая встреча Макрона со времен вот этого убийства в Стамбуле. Вот еще немножко для послевкуса такого энергетического добавлю, что две недели назад с принцем Мухаммедом встретился также и Джо Байден, который, в свою очередь, во время своей избирательной кампании обещал, что будет обращаться с ним исключительно как с изгоем. Вот такой вот сегодня у нас энергетический дайджест. Да, спасибо. Европейский корреспондент РТВА Сурен Мотивася на газовом кризисе в Европе. Международная транспортная компания DHL с 1 сентября прекратит доставку грузов и документов по России. Своё решение фирма объяснила существенными техническими сложностями и законодательными ограничениями. При этом DHL продолжит доставлять грузы из России. Таким образом, она пополнила список компаний, которые прекратили или ограничили работу в России после начала боевых действий в Украине. О том, как конфликт влияет на российскую экономику, Александр Павлов. Россия несёт очередные экономические потери. Своё присутствие на отечественном рынке сокращает американский Kraft Heinz. У него было два завода мощностью 30 тысяч тонн в год. И ещё он собирается избавиться от двух локальных брендов. Весь свой бизнес детского питания компания оценивает в 50 миллионов долларов. При этом, как пишет коммерсант, намерений продать своё основное предприятие у Heinz нет. Также и частично с российских стриминговых музыкальных сервисов свой контент изъяла американская OneRPM. Компания оставила релизы артистов, чьи аккаунты зарегистрированы, например, в России, Беларуси и Казахстане. Дистрибьютор назвал решение техническим, которое позволит российским исполнителям вывести свой заработок. В Яндекс.Музыке уже заявили, что решение OneRPM на их каталог сильно не повлияет. Компания сотрудничала с такими артистами, как A-Studio, Hadden Dadden и Tequila Jazz. Уйти из страны, хоть и частично, пытается крупнейшая отечественная технокорпорация. Речь о Яндексе. По данным издания The Bell, IT-гиганты хотят разделить. Часть активов достанется Роману Абрамовичу и Владимиру Потанину. Правда, первый уже своё участие в проекте опроверг. Другая же часть останется у Аркадия Волжа и развивать он её будет за рубежом. Это, как рассказали изданию The Bell проекты по развитию беспилотников, Облако и образовательный сервис Яндекс.Практику. Кроме того, в управление корпорацией, а именно её российской части, может войти Алексей Кудрин, глава счётной палаты. Об этом уже ранее писало издание Медуза, признанное иностранным агентом, но решение руководства о разделении IT-гиганта было принято сразу после ввода войск в Украину. Принуждение компании к уходу с российского рынка несправедливым, считает гендиректор Локситен Рейнольд Гейгер. По его словам, его компания ушла с рынка из-за угрозы бойкота. Сам же он считает, что, цитата, «русский народ не имеет отношения к автократическому решению президента Путина, и поэтому работу его компании в стране называть коллаборационизмом нельзя». Свою же работу в России сегодня возобновил испанский бренд «Манго». Он открылся в нескольких торговых центрах Москвы. Ранее сообщалось, что в новом франчайзе компании стала турецкая фирма. Тем временем, уже покинувший рынок компании подсчитывают убытки. Например, «Рено» потеряла больше двух миллиардов евро. Французская корпорация больше других мировых автопроизводителей была завязана на российском рынке, и в мае ей пришлось продать «АвтоВАЗ» за символические деньги, при этом с обратным правом выкупа. А вот гигант алкогольного рынка «Диажео», которому принадлежат Джонни Уолкер, Смирнов, Бейлис и капитан Морган потерял почти 150 миллионов фунтов. При этом компания ушла с рынка в конце июня. В Москве задержана бывшая глава кемеровского штаба политика Алексея Навального, запрещенной в России организации Ксения Пахомова. Это произошло на одном из московских вокзалов, куда утром она приехала из Санкт-Петербурга. Силовики отвезли девушку на допрос к следователю Александру Кемерову. Отмечу, он расследовал уголовное дело о мошенничестве против запрещенного фонда борьбы с коррупцией структуры Алексея Навального, напомню. Ранее бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко рассказывал, что этот же силовик заставлял его дать ложные показания против оппозиционного политика. Как уточняют правосащитники, у Пахомовой статус свидетеля. Она возглавляла штаб всего год с 2017 по 2018 год. Сейчас она живет в Петербурге. Напомню, за последние месяцы в России возбудили несколько уголовных дел против соратников Навального. Например, сейчас в СИЗО находится глава Уфимского штаба Лилия Чанышева. Ей грозит до 10 лет колонии по статье о создании экстремистского сообщества. Как минимум 16 человек погибли из-за самого разрушительного в истории американского штата Кентукки наводнения. Еще сотни человек потеряли дома, сообщил губернатор. Он попросил помощи федеральных властей из-за огромного ущерба. Десятки тысяч жителей не только Кентукки, но и других приграничных штатов остаются без электричества. Спасательные работы продолжаются. Власти призывают людей молиться о прекращении дождей. За природным катаклизмом следит корреспондент Артевиа в Нью-Йорке Диана Леснича. Она на прямой связи со студией. Диана, приветствую. Что известно к этому часу? Приветствую. Да, действительно, по меньшей мере 16 человек погибли в результате сильнейшего наводнения. Это последние данные по штату Кентукки. Они постоянно меняются. Критический подъем уровня воды в реках произошел в ночное время суток, когда жители штата спали. Нам буквально пришлось выплывать из дома. Было так холодно. Вода в какой-то момент была над моей головой. Это было так страшно. Мою маму пришлось положить на дверь, чтобы вытащить из трейлера. Его просто затопило. А мама не могла выбраться сама, потому что она пользуется кислородными баллонами. Это ужасно страшно. Я работаю пожарным почти 27 лет. Это худшее, что я когда-либо видел. Люди пропали без вести. Вероятно, 95% людей в этом районе потеряли все. Дома, машины, животных. Это душераздирающее. У меня нет слов. Из-за сильных ливней всего за несколько часов улицы и автотрассы полностью скрылись под водой. Паводковые воды смыли дома, дороги и мосты и затопили школы. Губернатор Кентукки ввел чрезвычайное положение и заявил, что число погибших скорее всего возрастет. Мы переживаем одно из самых сильных и разрушительных наводнений в истории Кентукки. Ситуация только ухудшается. Вода не только не отступает, но и в некоторых районах еще не поднялась до максимума. Мы уже видим, какой колоссальный материальный ущерб наносит это наводнение. Но самое ужасное, что гибнут люди. Мы подняли нашу нацгвардию. Я фактически подписал режим чрезвычайного положения. Это позволит высвободить необходимые ресурсы и показать жителям восточной части Кентукки, что мы не оставим их в беде. Спасатели перешли в режим круглосуточной работы, чтобы добраться до районов, где наводнение смыло дороги или полностью затопило их после ливней в ночь со среды на четверг. По словам пожарных и полиции, течение в этих местах настолько сильное, что спасательные операции приходится приостанавливать, чтобы не потерять еще больше людей. Мы знаем, что сейчас у нас есть люди, до которых мы просто не можем добраться. В их домах вода, они в ловушке, а течение слишком, слишком сильное. Сегодня мы провели много поисковых работ. У нас есть система, с помощью которой мы можем проверять затопленные дома и делать отметки, чтобы знать, обыскивался уже этот конкретный дом или нет. В пострадавших районах нет электричества. Многим людям удалось спастись благодаря оповещению о наводнении. По свидетельствам очевидцев, уже через час их дом был смыт мощными потоками воды. Я подумала, я не хочу, чтобы эту квартиру затопило вместе со мной. Я бы лучше оказалась в лесу в такой момент, чем запертый в четырех стенах. По данным метеорологов, ливни в штате Кентукки продолжатся и сегодня. Кентукки был одним из нескольких штатов, включая Миссури и Аризону, где в четверг на фоне рекордно жаркой погоды прошли сильные ливни, спровоцировавшие подтопление. В Западной Вирджинии также объявлен режим ЧС. Сегодня там и ожидается еще больше осадков. Президент Байден несколько часов назад подписал постановление о стихийном бедствии в Кентукки и распорядился о выделении федеральной помощи районам, наиболее пострадавшим от наводнения. Диана, спасибо. Американский корреспондент РТВА и Диана Лесничья о самом разрушительном в истории штата Кентукки наводнении. Восемь человек погибли и еще столько же пострадали при пожаре в московском хостеле Соната. Он располагался на первом этаже жилой высотки на юге столицы. По предварительным данным произошло короткое замыкание в электроприборе, который принадлежал кому-то из постояльцев. Как утверждают силовики, руководство заведения грубо нарушало правила пожарной безопасности, в том числе установило решетки на окнах. Из-за этого люди просто не смогли выбраться на улицу во время пожара. Подробнее о произошедшем Айдар Ахмадеев. Время около полуночи. Столичный периферийный район Братеева. В 16-этажном доме по улице Алма-Атинская внезапно вспыхивает огонь. Пламя быстро охватывает несколько комнат дешевого общежития. По предварительной информации замкнул чей-то электроприбор. Агентство Ария Новости, например, уточняет, что это мог быть вентилятор. А легковоспламеняющиеся жидкости в багаже и шкафчиках постояльцев и горючая отделка помещений сработали как розжиг. 150 квадратных метров и несколько десятков жильцов. Большинство быстро сориентировалось и выбежало на улицу. Еще четверых вывели подоспевшие пожарные. Некоторых увезли в больницу из-за сильного отравления угарным газом. Двое в состоянии средней тяжести. Как минимум восемь человек пытались спастись, но не смогли. Они надышались дымом и сгорели заживо из-за решеток на окнах. Я проснулась от того, что пошли как будто фейерверки взрываются. Хлопки много-много таких. Я подбежала к окну, потому что кровать рядом полностью вот так выглянула вниз. Там оттуда валит дым и они продолжались долго. Вот эти хлопки какие-то не вспышки, я вспышек не видела. А вот именно пчу-пчу-пчу-пчу-пчу. А дым-то был пустой? Ну, такой, да, он дым. А пламени не было. Вот мне сейчас я смотрю видео, люди скидывали в чате дома. Тут вообще получается с этой стороны очень много валило огня. А с нашей стороны не было. Около двухсот жильцов многоэтажки эвакуировали из-за задымления в подъезде. Тем временем газета «Коммерсант» пишет, среди постояльцев хостела были в основном сотрудники Москва, который расположен в районе Люблино. По данным агентства ТАСС, все погибшие трудовые мигранты. Это подтверждается и отзывами о хостеле, который в течение нескольких лет работы общежития постояльцы публиковали в интернете. Вот, например, Андрей называет хостел «клоповником», а Константин уверяет, хуже места он не видел. Правда, здесь дешево. Есть и хвалебные отзывы, но суммарный рейтинг на странице заведения в Гугл лишь чуть выше трех звезд из пяти. Пользователь Джасприт пишет, сюда всегда приезжает полиция, а русских здесь очень мало. Все жильцы – азербайджанцы, казаки, узбеки и дагестанцы. По данным телеграм-канала Шот, владельцы хостела закрывали заведение на ключ с полуночи и до шести часов утра, на окна поставили решетки с замками и заколотили пожарный выход. Это подтверждают и жители многоэтажки. Они предупреждали о нарушении мер пожарной безопасности в хостеле, но, как это часто бывает, их просто игнорировали. Года три уже. Мы воевали, куда мы только не писали, и Роспотребнадзор пожарникам писали, что вот эти пожарные ходы были у них заколочены с торца дома, и как бы здесь получается как балкон, и спуститься на первый нельзя, вот с той стороны. А с этой стороны они, получается, еще кузырек надстроили, чтобы курить, и то есть им, чтобы вода не за, не за там, от дождей, вот это не за это. Ну, получается, пожарный выход просто гвоздя не лавочка стоит. То есть, если я бы спускалась сейчас, спускалась через центральный выход, а спускалась через балкон, и в этот, то, получается, у меня заколочено было. То есть, ну, надо как-то, может быть, с ноги было убивать или что-то, там заколочено. Пожарный выход у них закрыт с хостела. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Фюгранты дела владельцы фирмы Масмет Рауф Миронов и его дочь Элеонора, отмечает коммерсант. Как-то на компании уже заводили административное дело за нарушение требований пожарной безопасности. Агентство РИА Новости пишет, что у собственника сгоревшего общежития есть еще одно такое заведение, где тоже стоят решетки на окнах. Мосгордуме уже предложили усилить противопожарные меры в хостелах. То же самое сказали и в Госдуме. Точную причину пожара пока только предстоит установить. Мобильная судебная лаборатория будет работать от недели до месяца. Айдар Ахмадиев, Евгений Пушкин, РТВАЙ. Суд в Кемерове приговорил 25-летнего Владислава Канюса к 17 годам колонии по резонансному делу об убийстве его бывшей девушки. Помимо реального срока он должен заплатить полтора миллиона рублей. Это 23,5 тысячи долларов компенсации родителям жертвы. Канюс вину не признал. Приговор вынесли спустя более чем два года после преступления. В начале 2020-го 23-летняя Вера Пехтелева пришла к своему бывшему молодому человеку. Она хотела забрать свои вещи, но ночью соседи услышали крики из квартиры. Они несколько раз звонили в полицию, но силовики все не приезжали. Соседи взломали дверь в квартиру самостоятельно и уже увидели труп девушки. Позднее на ее теле обнаружили более полусотни различных хранений, в том числе резаной раны. Против пятерых полицейских, которые так и не приехали вовремя, возбудили уголовное дело о халатности. Оно еще рассматривается. Возвращаемся в прямой эфир на Артевиа. Это Большой Ньюсток в студии Татьяна Бур. Здесь мы рассказываем о главных событиях этого дня. В Армении собираются установить самую высокую в мире статую Иисуса Христа. Если идею осуществят, монумент высотой 80 метров превзойдет статую Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Автор идеи один из богатейших бизнесменов Армении. Поскольку обойдется памятник, он не рассказывает. О том, как инициативу восприняли в армянском обществе, расскажет мой коллега Артур Хачатрян. Догнать и перегнать Рио-де-Жанейро. Это фраза не из советского анекдота. Армянский олигарх Гагик Царукен собирается установить самую большую статую Иисуса Христа в мире. Она должна быть крупнее известного памятника в Рио. Выбрал бизнесмен из десятков вариантов. Макет статуи уже готов, ровно как и место. Скульптуру поставят на вершине горы близ Еревана на высоте 2582 метров над уровнем моря. Место для статуи, разумеется, выбрано не случайно. Задумка автора в том, что памятник Христу можно будет увидеть практически из любого уголка Армении. Мы сейчас находимся близ Еревана и вон та гора, откуда Иисус Христос будет смотреть на столицу и близлежащие населенные пункты. Почему один из самых богатых людей страны решил установить статую Христу? Царукен считает себя человеком верующим и глубоко религиозным. Но во всей этой истории есть и коммерческий момент. Место привлечет тысячи туристов, уверен Гагик Царукен. Большинство из статуи Иисуса построены из бетона, а наш будет не из бетона. Он будет самым красивым, а ночью будет сам светиться. Высота статуи достигает 33 метров. Она будет установлена на постаменте в 44 метра. Чиновники быстро выделили землю для строительства, чем вызвали недовольство сотен граждан. Для пример министра Армении Никола Пашиняна это, вероятно, еще и хорошая возможность наладить отношения с бизнесменом. Гагик Царукен долгие годы занимался не только бизнесом. Он был депутатом нескольких созывов парламента Армении и не раз оказывался в центре скандальных историй и уголовных дел. Вот, к примеру, служба национальной безопасности проводит обыск в его особняке по подозрению в подкупе избирателей, а сам олигарх обещает бороться против Пашиняна и его команды. Но через год фактически перестает заниматься политикой. Почему власти так быстро пошли навстречу олигарху? Этот монумент привлечет туристов, поэтому правительство настроено положительно. Надеемся, что наши госорганы рассмотрят вопрос, примут необходимые решения и процесс будет начат. Автор инициативы движения против строительства статуи уверен, олигарх добился разрешения на строительство с нарушением закона. Нельзя нарушать или проводить строительные работы в местах, которые имеют культурно-историческое значение, а у горы именно такой статус. К тому же, согласно решению правительства, гора также считается природным памятником. Конкретно я также против установки памятника Христу в Армении. Противники памятника уже набрали сотни подписей. Однако представить, что они смогут остановить строительство статуи довольно трудно. К тому же, в религиозной Армении многие благосклонно относятся к инициативе Гагика Царукьяна. Артур Хачатлян, Арман Караджан. Армения специально для Артивиай. Артур Хачатлян. Фестиваль современного искусства Архстояния открылся в Калужской области. По оценкам организаторов, за три дня его традиционную площадку, Артпарк Никола Ленивец, посетят порядка 10 тысяч человек. В программе концерты, перформансы и, конечно, презентации арт-объектов. Чтобы посетить максимум мероприятий, гости часто остаются на весь уикенд. Главный тематический вопрос Архстояния этого года есть ли счастья. Наша съемочная группа отправилась в Калужскую область, чтобы узнать, каково это искать счастье в непростые времена. Уехать из Москвы на поиски счастья. Более этически сложной затеей летом 2022 года кажется и не найти. Но парадоксальным образом именно вопрос а есть ли оно это счастье заставляет задуматься так ли много нужно, чтобы быть счастливым и сколько твое собственное счастье может стоить другим. Да и правда ли оно настоящее? Ответы ищут художники и архитекторы Архстояния. Фестиваль традиционно открылся в Калужской области в парке Николай Ленивец. Вот это место, где мы сейчас находимся, это заброшенное сельскохозяйственное поле. Оно годами зарастало и наконец получило новую жизнь, став площадкой для центрального объекта Архстояния этого года 29-метровой башни Мавзолей мечты. Идея этого простого на вид объекта вынашивалось несколько лет. 1600 бутылок, искусственные цветы, кирпич, дерево, металл, пластик уложены в ярусы. Каждый собран под определенным углом с поворотом вокруг оси, так что, глядя на венчающую конструкцию искусственные пальмы, кажется, будто это то ли башня, то ли ракета, то ли храм к консюмеризму с алтарем для жертвоприношений внутри и вот-вот развалится, погребя под собой того, кто все это придумал, человека. Автор объекта, архитектор Татан Кузимбаев, говорит, хотел напомнить, некоторые мечты воплощаются неоправданно большими жертвами живой природы. Это, скорее, алтарь, только не жертвоприношение, а напоминание, стремляя своей мечте, счастье, но не делая несчастья других. Здесь же проходит одноименный аудиоспектакль режиссера-лауреата «Золотой маски» Дмитрия Волкострелова. Он предлагает еще глубже погрузиться в суть каждой детали. Вопрос о счастье прямо сейчас очень сложный. Мне вообще кажется, что счастье это такая категория, которая не длится во времени. Это какое-то секундное ощущение. Вот. Это секундное ощущение, мне кажется, может возникнуть как ни парадоксально, ни ужасно в самых страшных ситуациях, в которых ты оказываешься внезапно. Возникает вопрос эмпатии и подключения к другим людям. А в этой ситуации, конечно, кажется, что со счастьем есть большие сложности. Самое высокое в истории архстояние башня открывает новую западную часть Никола Ленивца. Как и во времена, когда главной проблемой были ковид и изоляция, 650 гектаров самого большого в Европе ленд-арт-парка становится убежищем и возможностью побыть наедине с собственными мыслями или наоборот разделить эмоции с теми, кого мучают те же проклятые вопросы. Мы решили не откладывать фестиваль, потому что поняли, что эта тема может кому-то помочь. Объединить через авторские позиции, через авторский взгляд. Раскрывающий эту тему может быть будет кому-то созвучен. И вот эта среда, которая здесь, конечно, очень позитивная, на все расстояние, она сможет кого-то вывести на какой-то светлый путь, на какое-то понимание себя в первую очередь и коллектива. Дарья, что мы здесь делаем? Мы принимаем настоящую грязевую ванну прямо на фестивале Архстояния, потому что грязь дарит счастье, простое, человеческое счастье, которое способно получить каждый ребенок. Но взрослые, обратите внимание, они забывают, им кажется, что в этой как бы простой форме, да, ну, что-то сложное, что нужно снять определенные с себя вот эти человеческие амбиции, рамки, которым каждый взрослый человек обрастает, вот эти социальные маски и грязь, она как бы снимает. Не комната грязи, но возможность окунуться в самое беззаботное время в жизни. Художница Дарья Лисицына в своем стремлении не одинока. Для художника Дмитрия Запылихина счастье – это детство. И он придумал вот такие игрушки для того, чтобы каждый взрослый смог хотя бы на минуту почувствовать себя ребенком. Это вот такие вот красивые тележки, половину человеческого роста и, кажется, в половину человеческого веса. Так что, чтобы очутиться в детстве, нужно приложить некоторые усилия. Счастье по-взрослому санаторий сна Романа Сакина. Сонные травы, скучные лекции, хор вздевающих людей и книга снов для воспоминаний о лучшем мире, мире собственных фантазий. Взрослее только свой клочок земли. Этот лабиринт из металлического профиля тоже про счастье. Так художник Александр Бродский его осмысливает. Объект называется «Шесть соток». Та самая площадь, разрешенная дачного участка для советского и российского человека. Но вот какое у них счастье за высоким забором и не разглядишь. Альтернатива счастью за забором «Стена плача». Построенная 13 лет назад ротонда пока пуста, но уже вечером ее многочисленные двери впустят тех, кто не может сдерживать слезы и выпустят накопившиеся эмоции. Я не знаю, насколько вообще искусство способно от этого спасти всего, но то, что меня, оно спасает, это точно. Мне кажется, что вообще коллективность и коллективное переживание горя не закрыл... Ну, то, что мы не закрываемся в себе, а делимся вместе, друг с другом переживаниями, слезами, мы будем в конце еще обниматься. Я думаю, что это может как-то помочь. Если не помочь, то хотя бы напомнить, черная полоса не вечна. Такой арт-объект на архстоянии тоже есть. И также гармонично вписан в местный пейзаж, как и все, что здесь когда-либо было построено. ландерат, это искусство на земле, которое возникло после войны, оно как-то параллельно возникло с арт-повера, с бедным искусством. То есть эти художники, они вышли, так сказать, в лес, им даже не нужен был зритель. То, чем мы занимаемся, ему еще нет названия. То есть это не чисто, безусловно, хотя тоже искусство на земле, да, и часто мы используем природные материалы, но почему? Потому что они дешевые и его много. За 17 лет архстояния в парке Николы Ленивиц появлялось множество объектов. Часть из них поглотила природа, особенно те, которые были созданы из дерева или, например, соломы. Но многие знаковые объекты продолжают стоять, и они узнаваемы, как, например, вот эта жар-птица, которую основатель фестиваля Николай Полицкий придумал еще в 2008 году. Маяк на угре, вселенский разум, бабуры, Николи на ухо, чтобы слушать тишину. Современное искусство под открытым небом. Безмятежность и покой вопреки всему. Это здесь было, есть и будет для всех, кому нужна иная реальность, хотя бы на ближайшие выходные. Я считаю, что я для себя построил вот здесь такой рай. Я все время об этом как бы говорю. Но люди пускай присоединяются, пожалуйста, я не против. Но без собственных чертей, с которыми вы приезжаете, оставьте их где-то. Татьяна Бур, Александр Науменко, Юрий Подхоев, Михаил Винокуров, Артевиай. Это был Большой Несток. Подписывайтесь на YouTube-канал Артевиай Новости, а также на телеграм-канал Артевиай, чтобы не пропустить все, что осталось за кадром. Этот час с вами провела Татьяна Бур. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok